Умение управлять финансами – навык по нынешним временам, необходимый, особенно если речь идет о вложении средств. Причем финансовую грамотность сегодня стоит рассматривать в собокупности с инвестиционной, цифровой и киберграмотностью. Задача специалистов – предупредить о существующих мошеннических схемах, сформировать культуру отношения к деньгам. Выход на фондовый рынок сразу с большими суммами – это очень опасная вещь. Поэтому правильно, что люди выходят с небольшими суммами, и цифровизация финансового рынка – это позволяет. Мы, конечно, за то, чтобы у людей была подушка безопасности, и они размещали свои деньги, которые составляют подушку безопасности, безопасный инструмент, прежде всего, вклады в кредитных организациях. Но приобретать дополнительные знания, или если накопило больше, чем подушка безопасности, имеет смысл точно на фондовом рынке. Инвестиции – это труд, это время, это знание, это опыт, и без труда не выловишь рыбку из пруда. Глава Чуваша отметил, что в республике работа по повышению финансовой грамотности людей ведется давно, но масштабы были не те. Многое изменилось созданием Центра развития финансовой грамотности как института, который изучает лучшие практики и внедряет положительный опыт. Серьезным подспорьем стало и подписание четырехстороннего соглашения. В прошлом году было подписано четырехстороннее соглашение – это Министерство финансов, Центральный банк Российской Федерации, Чувашской Республики и Ассоциация банков России по поводу реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Чувашской Республики. И здесь вот как раз совместные эти действия дают возможность максимально системно охватить информирование и повышение грамотности в области финансов различных слоев и категории населения. Вчера в Республике были подведены итоги одного из престижных конкурсов финансовой журналистики – «Рублевая зона». Было рассмотрено более четырехсот работ со всей страны. Журналистское расследование – это особое, такое вот, эксклюзивное блюдо в репертуаре СМИ, и это может делать не каждый. Конкурс проходит под эгидой Комитета по финансовому рынку Государственной Думы России. Жюри определило призеров в основных номинациях творческого состязания. Журналисты Чуваши вошли в топ-3. Это корреспондент газеты «Советская Чуваша» Людмила Арзамасова и экономический обозреватель Андрей Иванов. Актуальную для финансового рынка работу подготовила журналист интернет-издания Инна Серова. Ее отметили в номинации «Лучшее журналистское расследование». Читатели, для которых, в общем-то, это все и делалось, ну, отнеслись не просто с интересом, но и с пониманием, и что-то от этого получили. Потому что все-таки основную свою задачу я вижу в том, чтобы помочь людям разобраться в той или иной ситуации. Ну, и мне вдвойне приятно получать эту награду в городе Чебоксары, которую я знаю давно, которую я очень люблю. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Владимир Синдеев, Республика.